Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Все ждут судьбоносного дня, когда FTX начнет продажу своих криптоактивов. FTX как назойливая муха в мире криптовалюты, от которой отмахнулись только для того, чтобы она снова вернулась. Что будет дальше? Стоит ли нам ожидать распродажи рынка? Или это просто пример того самого случая? Продавай на слухах и покупай на новостях. Узнаем в этом видео. Но прежде не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы набирали по 4000 лайков. Давай на этом наберем 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, давай сразу перейдем к фактам о ликвидации криптоактивов FTX. Потому что абсолютно все сейчас понимают эту ситуацию неверно. Это корзина активов FTX, данные о которой мы получили в январе этого года. На тот момент FTX держала основную часть своих активов на сторонних биржах. Это практически 1,3 миллиарда долларов. Как ты видишь вот здесь. Следующей по величине позиции была Solana. Это 685 миллионов долларов. И на третьем месте FTT. Собственный токен биржи FTX. 529 миллионов долларов. 268 миллионов долларов в биткоине. 90 миллионов долларов в эфире. И так далее. Но что представляет собой этот портфель активов на 1,3 миллиарда долларов? Что в него входит? Из других судебных документов следует, что активы FTX включали в себя целую кучу токенов Serum. Кроме этого, MAPS, заблокированные USDT на 500 миллионов долларов. Эфириум от Grayscale, Banfida, ReptSoul, ASD, Bitwise, Bitrust и Aptos, а также другие. Таким образом, эти 1,3 миллиарда долларов в основном состоят из биржевых монет Serum и 500 миллионов долларов заблокированных USDT. Какова же точная стоимость активов FTX сейчас и как она распределена между криптовалютами? Из этого судебного документа FTX мы видим, что стоимость ликвидных криптоактивов выросла с 3,4 миллиарда долларов в январе до 4,3 миллиарда долларов в апреле. То есть их портфель вырос на 900 миллионов долларов. Этот рост был вызван ростом цен на криптовалюты или же биржа FTX нашла еще дополнительные криптоактивы? Как видно из этого документа, 16 января, когда активы FTX составляли 3,4 миллиарда долларов, биткоин находился на уровне около 21 тысячи долларов. Затем, как мы видим, 12 апреля, в день, когда активы FTX выросли до 4,3 миллиарда долларов, биткоин вырос до 30 тысяч долларов. Это рост практически на 50%. Биткоины, которые держал FTX, стоили 268 миллионов долларов. К апрелю при цене 30 тысяч долларов за биткоин их стоимость выросла до 382 миллионов долларов. Это означает, что только на биткоин пришлось 114 миллионов долларов из этого 900 миллионного роста стоимости портфеля. Таким образом, мы приходим к пониманию, что никаких новых активов FTX за это время не нашел, а выросшие цифры получились благодаря росту рынка. Так сколько же криптоактивов сегодня у FTX и сколько они стоят? Итак, при цене биткоина в 21 тысячу долларов 16 января 2023 года они владели монетами на сумму в 268 миллионов долларов. Сегодня биткоин стоит около 26 тысяч долларов. Это рост приблизительно на 20%. То есть сегодня у них фактически 319 миллионов долларов в биткоине. Что касается Соланы. 17 января она стоила около 22 долларов. У них было 685 миллионов долларов в Солане. Сегодня Соланы торгуются около 18 долларов за монету. А это означает, что их Соланы стоят около 560 миллионов долларов. А что же FTX? 16 января у них было 529 миллионов долларов в этом токене. И он стоил тогда около 2 долларов. Сегодня FTX стоит около 1 доллара. Это означает, что их FTX сегодня стоит около 260 миллионов долларов. То есть практически в 2 раза меньше. Далее не буду показывать на графике. Но возьми калькулятор и посчитай. Эфириум с тех пор не особо изменился. Поэтому и сегодня их эфиры стоят около 90 миллионов долларов. Аптос снизился примерно до 41 миллиона долларов. С 67 миллионов. Доги Коин снизился до 32 миллионов долларов. С 42 миллионов. Тон Коин снизился с 31 миллиона до 23 миллионов долларов. И только Ripple XRP вырос с 29 миллионов долларов примерно до 36. Что касается вот этого смешанного портфеля различных криптоактивов, которые FTX держит на сторонних криптобиржах. Как мы выяснили, большую часть этого портфеля занимают заблокированные USDT и Serum. С начала января курс Serum, как мы видим на этом графике, снизился где-то с 20 центов до 3 центов. Это падение на 85%. Иными словами, стоимость этого смешанного портфеля составляет 500 миллионов долларов в USDT и около 200 миллионов долларов в Serum. Плюс небольшое количество в других альткоинах. Таким образом, мы понимаем, что общая сумма распродажи FTX на сегодняшний день составляет не 3,4 миллиарда долларов, как все кричат. На самом деле, это едва ли 2 миллиарда долларов, если учитывать сегодняшние курсы криптовалют на рынке. Первый вопрос нашел свой ответ. Теперь давай ответим на вопрос, который всех беспокоит. Неужели FTX собирается задампить эти 2 миллиарда долларов на рынке и обвалить биткоин чуть ли не до 15 тысяч долларов прямо сегодня? Нет, это не так. Да, вчера они получили разрешение на этот дамп, но давай разберемся немножко глубже. Из судебных документов по делу FTX видно, что они могут ликвидировать до 100 миллионов долларов в активах в неделю и до 200 миллионов долларов в неделю при определенных обстоятельствах. И эти возможные продажи не будут включать даже биткоины или эфириумы. Ведь из заявки, поданной всего пару недель назад, видно, что они пытаются добиться отсюда разрешения хеджировать свои биткоины и эфириумы, то есть не продавать их, а торговать ими для увеличения своих криптобалансов. Однако наиболее интересной деталью является то, как они будут продавать свои активы. Должники FTX просят разрешения на продажу своих цифровых активов через инвестиционного консультанта, зарегистрированного в SEC. То есть продавать эти активы будет не сам Бэнкман Фрид или кто-то из криптобиржи FTX, а советник, зарегистрированный в SEC. И, скорее всего, он будет продавать через одобренные правительством каналы, а не напрямую на биржах, то есть через внебиржевые каналы. Иными словами, моментального влияния на цены не будет. Почему я так думаю? В материалах дела также говорится следующее. По их словам, должники не объявляли наперед и публично о предполагаемых продажах цифровых активов. Я считаю, если бы они напрямую запрашивали осуществление продаж с помощью внебиржевых маркетмейкеров, они бы предупредили более широкий рынок и маркетмейкеры сдвинули бы рыночные цены в противоположную сторону, то есть в сторону повышения перед продажей. Это известно как намеренная утечка информации. Инвестиционный консультант обладает стратегическим опытом проведения продаж, минимизируя при этом утечку информации. Они говорят о том, что если они будут использовать собственные внебиржевые каналы FTX, то рынок будет оповещен. Но с опытным инвестиционным консультантом сами внебиржевые каналы FTX не станут достоянием общественности. Это означает, что продажи не наступят сразу же после их разрешения. В твиттере доктор Профит пытается развеять страхи, связанные с FTX, и он говорит, что это большое предупреждение для всех, кто верит, что уже после разрешения суда FTX собирается ликвидировать криптоактивы на миллиарды долларов. Не попадайтесь в эту ловушку, заключает он. Немедленного исполнения не произойдет. Каждый, кто рассказывает о драме, не имеет ни малейшего представления о том, о чем он говорит. Будет создана структуризированная структура для продажи этих токенов, например, 200 миллионов долларов в неделю, как было заявлено. И эти продажи будут осуществляться через правительственные внебиржевые каналы или внебиржевые каналы FTX, что не окажет большого влияния на рынок. Например, ликвидация правительством США биткоинов шелкового пути в марте этого года. Из документов об этом видно, что они ликвидировали 9861 биткоин на сумму более 215 миллионов долларов по тому курсу. Что же произошло с ценой биткоина после этого? Никакого падения. Также нужно учитывать, что некоторые активы FTX заблокированы. Так, например, 47,5 монет в Салан из почти 71 миллиона монет заблокированы до 2025 года и не могут быть проданы даже на внебиржевых рынках. Так что вот он финальный ответ на главный вопрос, а не является ли эта ситуация той, о которой говорят «продавайте на слухах и покупайте на новостях». Является, судя по всему. Я не ожидаю масштабной распродажи, а возможно даже наоборот. Как было сказано в документе, двигать цену на рынке против своего интереса. То есть, если ты собираешься продавать на рынке большие объемы, перед этим ты обязательно попросишь маркетмейкера немножко толкнуть цену вверх. То есть, накачать ее перед тем, как начинать продавать свои активы. Такая вот манипуляция. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, мне будет интересно почитать. Ну а меня зовут Богатейший Дим, и мы с тобой, как всегда, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok